Давайте теперь рассмотрим пример того, как используется Monada Maybe. Перед нами некоторая база данных. Прежде чем рассказывать про эту базу данных, давайте введем пару синонимов-типов. Мы введем синоним типа для строки Name, потому что мы будем использовать имена людей в нашей базе данных. Собственно, наша база данных будет представлять собой ассоциативный список. Ключом будет служить имя и значением тоже будет служить имя. Ключ это имя человека, а второе имя это будет имя родителя. Соответственно, в нашей базе данных есть две таблицы. Fathers и Mothers устроены именно таким образом. Таблица Fathers показывает для некоторых людей, каковы их отцы. Вот перед нами таблица Fathers. Таблица Mothers, опять же, содержит имена матерей для этих людей. Ну, у нас здесь есть сложная иерархия. Например, у Билла мама Джейн, а у Джейн, соответственно, мама это Дороти. То есть у нас появляется некоторая длинная цепочка, по которой мы можем осуществлять поиск. Поскольку вся эта родословная не бесконечна, она на некоторых ветвях где-то заканчивается. То есть у нас нет полной информации о родословной всех участвующих здесь людей. Тем не менее, некоторые кусочки родословной у нас есть. И, соответственно, поиск в этой базе данных может завершаться либо удачей, либо нет. И то, что у нас идет дальше, некоторые функции, которые являются стрелками Клейсли, они используют функцию LookUp, которая нам известна и которая имеет следующий тип. Они возвращают нам значение Maybe. Соответственно, функция LookUp как раз является, может быть, из нее могут быть изготовлены стрелки Клейсли в монаде Maybe. Мы просто должны связать наш ассоциативный список. И тогда у нас получается стрелка Клейсли. Мы передаем сюда некоторую персону, а нам возвращается либо ее мать, либо отец. Собственно, наши функции GetM и GetF представляют собой стрелки Клейсли в нашей монаде. И осуществляют поиск отца и матери по переданному имени. Если, соответственно, отец и мать находятся в нашей соответствующей таблице Mothers и Fathers, то тогда наши функции GetM и GetF возвращают контейнер Just. В противном случае возникает сообщение об ошибке у нас, используется контейнер Nothing. Итак, стрелки Клейсли у нас готовы. Давайте посмотрим, каким образом мы можем работать с этой таблицей, какие мы можем запускать вычисления. Ну, например, если мы хотим найти прабабушку Билла по материнской линии отца, а что мы должны сделать? Мы, во-первых, говорим, что нас интересует Билл. Дальше мы должны запустить функцию GetF, потому что линия отца. Дальше мы должны монадически связать это все с материнской линией отца. Значит, мы вызываем GetM функцию. Это мы получили бабушку. И теперь мы еще раз вызываем GetM, чтобы получить прабабушку. Вот, собственно, такое вычисление в монаде Maybe. Мы запускаем и получаем, что в нашей таблице такая информация есть. Это Mary. Мы используем здесь явные синтаксис оператора связывания, но мы можем написать ту же самую функцию немножко в другом синтаксисе. Мы можем написать эту функцию в doNotation. Ну, поскольку в одну строчку doNotation легче писать без отступов, а с точками запятой, мы можем взять, выполнить следующие операции. Во-первых, мы должны получить... Давайте я не буду писать заново, а просто перепишу в doNotation то, что у нас было в предыдущей строчке. Итак, я пишу do, дальше я делаю следующее. Я выполняю трансляцию в doNotation предыдущей записи. Я говорю, что я хочу получить отца Билла. Дальше я хочу... Да... Я хочу получить бабушку Билла по отцовской линии. И дальше следующая инструкция в моем императивном вычислении. Это просто вызов... Да, ну, естественно, я должен здесь передать аргумент. И здесь я getMM. Ну, это, конечно, лучше переменная обзывает GrandMath. Вот, собственно, теперь моя программа уже готова. Она записана в таком императивном стиле. Я сохраняю соответствующие вызовы функции get в переменных. И дальше использую эти переменные для следующих вызовов. Ну, вот, вроде я все правильно написал. Да, я получаю тот же самый результат, что и в предыдущем вызове. JustMary и JustMary в этом случае. Какой синтаксис лучше использовать? Хотя в этом примере кажется, что вот такой вот синтаксис с прямым использованием оператора монадического связывания удобнее. Но он удобнее только когда конвейер вычислений настроен таким образом, что результат предыдущего вычисления передается непосредственно в следующее вычисление. Когда у нас организуются более сложные вычисления, то синтаксис с ду-нотацией, конечно же, более удобен. Поэтому в большинстве случаев при вычислениях монадов используют ду-нотацию. Ну, давайте посмотрим на некоторую функцию. Эта функция Grandmas возвращает нам для любой персоны пару бабушек. Мы передаем в качестве аргумента имя персоны. И дальше мы в ду-нотации пишем следующую реализацию. Что значит получить бабушек? Сначала я должен получить маму и, соответственно, бабушку по маме. То есть get them и get them, get mother и get mother. Вот это первое значение, которое меня интересует. Дальше я должен получить отца и, соответственно, бабушку по отцу. Дальше бабушку по маме и бабушку по отцу я должен вернуть в качестве возвращаемого значения. Как работает эта функция? Здесь мы не видим никакой обработки ошибочных ситуаций. Потому что обработка ошибочных ситуаций является деталью реализации монады. Мы пишем код, как будто бы у нас никаких исключительных ситуаций нет. А вот сам оператор монадического связывания, который зашит здесь, спрятан здесь в глубине, фактически можно сказать, что это перегруженная точка с запятой в императивном языке, он выполняет всю работу. Какая это работа? Ну, давайте запустим эту функцию на двух разных персонах. У одной есть две бабушки, а у другой нет двух бабушек. Ну, давайте вызовем Grandmas N. И вот мы получаем пару бабушек. У N бабушки Дороти и Элис. Если же мы вызовем функцию Grandmas, скажем, для Джона, то мы обнаружим, что у нашей базы данных нет информации об одной бабушке. Ну, то есть, но мы этого не обнаружим. Мы получим значение NOTHING. Монада MAYBE организована таким образом, что если хотя бы одно вычисление, неважно это или это, закончилось неудачей, все вычисление в монаде завершается неудачей. Поэтому, хотя у Джона и есть одна бабушка в нашей базе данных, тем не менее возвращается нам значение NOTHING. Как только произошло возникновение значения NOTHING, так все дальнейшие действия игнорируются. Изучив монаду MAYBE, мы можем сделать один полезный вывод об устройстве монадических вычислений. Мы знаем, что монады позволяют нам программировать вычисления с эффектами, но сами по себе эффекты, они от нас скрыты. То есть, мы можем программировать так, как будто бы эффектов нет, писать код на обычном языке, писать теперь уже последовательность инструкции на некотором языке. А эффекты спрятаны у нас внутри монадического вычисления, и в данной конкретной монаде они могут возникать или не возникать без всякого нашего участия. Конечно, в более сложных монадах у нас будут механизмы управления этими эффектами, но тем не менее, монадическое вычисление это просто написание программы, которые не особо заботятся с виду об эффектах, а сами все эффекты происходят незаметно от нас, внутри перегруженного оператора монадического связка.